Приветствую вас с любовью нашего Господа. Необычно, это первое. Наверное, вам видеть здесь, в полотнах известных художников, но мы сегодня погрузимся в атмосферу, наверное, благовестия. Для вас, конечно, не будет видно, что мы пишем, но видно будет картина. Простите. Слава Господу за то, что мы получаем эстетическое удовольствие, приходя в служение, люди готовы сегодня деньги платить, чтобы послушать такое пение, хоровое, сольное пение. А мы каждый раз, в воскресенье, приходя на собрание, мы наслаждаемся бесплатно, но мы, слава Богу, пусть Господь благословит и дальше развиваться. Меня зовут Константин, фамилия Маясомов. Мы занимаемся благовестием разъездным. Мы трудимся в разных местах, рассказывая людям Евангелие. Сами живем в станице Гостогаевская, на берегу Анапы, на берегу Черного моря. И за моей внешностью у нас есть привилегия служить во многих местах. Мама у меня татарка, отец нормальный. И поэтому мы трудимся и на Кавказе, меня на Кавказе принимают за своего, и в Крым приезжаем, крымские татары тоже принимают за своего. Мы можем там и там служить, доносить Евангелие. Ну, а основное наше служение, конечно, это проповедь на улицах. И я уличный проповедник. Я рассказываю Евангелие на улицах через картины известных художников. В течение недели мы здесь трудились, в Брянске, и рассказывали Евангелие на улицах, на тех площадках, которые были у нас. Может презентацию включить? Несколько фотографий вам хотел показать. Люди довольно хорошо воспринимают. Несколько лет назад мы услышали от брянских братьев, что можно, оказывается, доносить Евангелие через произведение искусств. И для нас это было благословение. У нас есть аккумулятор, есть свет, и когда жара спадает, мы выходим на улицу и начинаем собирать людей. И люди подходят, мы рассказываем им Евангелие буквально через историю картины, историю художника и сам сюжет. Можно далее. Но нас не только на улице приглашают. Вот в Анапе нас первый раз пригласили в Центр культуры. Это самый большой кинотеатр. И мы несколько недель там проводили евангелизацию, они попросили нас провести. И несколько дней, недель, вернее, мы рассказывали Евангелие там. И в итоге, как итог, вот следующая фотография, образовалась у нас группа из 25 человек. И мы увидели, что этот опыт довольно хороший. Мы начали с ними заниматься, встречаться. И этот опыт начали проецировать в других местах. Последний раз мы трудились в Сызрине, основали там малую группу. И люди остались. Люди остались в церкви. Самое, наверное, важное в благовестии – это результат. Потому что без результата тяжело, наверное, оценить эффективность благовестия. Можно вот следующее. Но однажды на улице к нам подошла женщина после моего рассказа. И говорит, Константин, а можно ваш телефон дать настоятелю храма? Я говорю, можно. Она дала телефон настоятелю храма. Он позвонил в следующий день, пригласил. В течение часа мы с ним проговорили об искусстве, о христианстве, о ценностях. И потом он меня спрашивает, Константин, а в какой вы храм ходите? А я посмотрел, я говорю, я в церковь хожу. Он говорит, в какую? Я говорю, в баптистскую. Он, вас не смущает, что мы хотим вас попросить здесь, на территории нашего православного храма, провести выставки? Я говорю, у меня нет, а вас? Он говорит, ну нас нет. И мы, договорившись вначале о двух днях, продолжили там в течение шести дней, потому что каждый вечер он ко мне подходил и говорит, Константин, завтра еще люди хотят прийти, которые не были, и просят для них провести. И вот каждый день достаточно человек собиралось, и мы в течение недели там проводили. Здесь мы провели необычную нашу евангелизацию в библиотеке в Центральной городской, в Бежицах. Собрались 18 только директоров филиалов библиотек. Они послушали, и они сказали, Константин, мы готовы вам предоставить аудиторию осенью, собрать. Если вы приедете, в каждой библиотеке мы готовы вам рассказать. А последнее время, последние два дня, вот буквально вчера, мы закончили в областной научно-практической библиотеке имени Тющего рассказ Евангелия. И вот слышали около, наверное, чуть больше 50 человек. Первый раз пришло, второй раз чуть больше пришло, вот следующая фотография. И центральной, вот из областной библиотеки нас попросили еще раз приехать и еще раз провести. Вот на этом остановимся. Можно дальше, да, не листать. Вот в этом служение наше проходит. Есть люди, с которыми мы познакомились, с которыми мы начали общаться. Оказывается, изобразительное искусство, оно настолько влияет положительно на формирование личности, что люди вот просто касаются Евангелия через картины известных художников. Я бы хотел сегодня начать свой рассказ через необычную картину. Можно высветить ее. Василий Суриков, «Исцеление слепорожденного». Полотно написано в 1888 году. Вы знаете, когда я увидел эту картину, она настолько мое сердце коснулась, что я понял, что хочу, нет, другая картина, хочу, чтобы эта картина была у нас в коллекции. Почему? Репродукция этой картины. Потому что настолько реалистичным Суриков смог показать образ незрячего человека, который не оставляет равнодушным. Вы посмотрите, как мастерски он написал. Человека слепого от рождения. Взгляд в никуда. Руки тянутся к свету и луч. Солнце пробивает две руки. А ухватиться-то незачем. Ему тяжело. В его образе написана немощь. Меня эта картина сразу зацепила, потому что я вырос в семье, где оба родители инвалиды по зрению. Мои родители были незрячие. И наше окружение, оно состояло именно с таких людей. Мы проживали в том месте, где компактно проживают люди, не имеющие зрения. И я с самого раннего детства видел этих людей, видел тяжесть. Но особо, наверное, понял это, когда мне было 6 лет. Это вот перед развалом Советского Союза было. Родители тогда получили пенсию. В магазинах очень тяжело было купить продукты. Наверное, вы помните. И родители попросили меня свозить их на рынок. Мне было 6 лет. Я очень хорошо разбирался в автобусах. И после того, как мы оставили почти всю родительскую пенсию на рынке, на обратном пути, не доходя до дома, метров 10, подбежал парень, который выхватил большую сумку у отца и побежал. Тогда я уже 6-летним ребенком понимал, что случилось. Я понимал, что он украл наши продукты. И мне было тяжело от того, что я ничего не могу сделать. Я не могу его догнать, не могу ничего предпринять. Но тяжесть, наверное, еще большая у меня была от того, что я смотрел на отца. Отец отребил мою руку, спрашивал Костю, что произошло. А я смотрел на него немощь. И я понимал, что он тоже ничего не может. Ничего не может сделать. И у меня был комок в горле, не было слез. Мама с другой стороны терпила мою руку. Мне было тяжело в этой ситуации. Я не мог говорить. Я лишь к вечеру начал разговаривать. Для меня это был сильный кризис. Только вечером я смог рассказать им то, что произошло. Но эта история осталась в моей памяти. И вот когда я увидел эту картину, я увидел как раз или вспомнил эту историю. Насколько немощные люди, не имеющие зрения. Суриков, когда писал эту картину, у него случилась личная трагедия в жизни. Ему было чуть больше 40 лет тогда, когда он написал. Но 7 лет до этого произошла история в его жизни. К тому времени он написал уже большие полотна, свои утрострелецкие, казни Бояриня Морозова, переход Суворова через Альпы. У него было имя, его довольно знали. Хорошо, как художника. У него были финансовые возможности. Все хорошо, семья, дети, все хорошо. И вот однажды после того, как они посетили мать Василия Ивановича в Красноярске, а он родом из Красноярска, был на обратном пути, его супруга Елизавета Агустовна захворала. Она заболела. И вот по приезду в Москву она не смогла поправиться. Ей было 35 лет, и она умирает. И Суриков впадает в депрессию. Он не может понять, почему это произошло. Почему довольно здоровая жена, которая никогда не болела, она заболела. И умерла, оказалось, от обыкновенной простуды. Он задает друзьям этот вопрос, почему. Друзья пытаются ему что-то объяснить, но он не находит ответа на этот вопрос. Он не слышит их. В нашей жизни довольно часто, когда мы оказываемся в подобной ситуации, этот вопрос, почему, у нас же остро стоит. Мы готовы другому посоветовать, когда происходит трудность его в жизни, чтобы правильнее задавать вопрос, для чего, Господи, правда? Но когда сами оказываемся, вот этот вопрос, почему. Вы знаете, у меня в детстве, это тоже вопрос, почему возникало. И я не мог ответ найти на него. Почему я родился в такой семье? Почему мои родители незрячие, слепые? Почему мы не можем поехать на море отдохнуть? Почему я не могу на охоту сходить? И вот этот вопрос меня волновал. Я его задавал сам себе. Лишь со временем я нашел ответ на этот вопрос, как и нашел Суриков. Тогда была для него депрессия. Он приходил в церковь, спрашивал у священников, почему. Священники пытались ему что-то сказать, но он тоже никого не слышал. Для него жена не просто любимой женой была, она была музой, она была другом, которая вдохновляла его. И у него смысл жизни просто прервался. Он забросил кисть. На протяжении семи лет он не писал ничего. Священники единственное ему говорили, читай Евангелие. И он читал Евангелие. Но вот эта история, которая здесь написана, она тоже непонятная для него. Вы знаете, наверное, эту историю. Ученики, апостолы, Христа, увидев слепого от рождения человека, сдаются вопросом, кто виноват, он или его родители. И они подходят к Спасителю и спрашивают, кто согрешил, он или его родители. Кто-то же должен быть виноват в том, что человек родился слепым. Просто так же не бывает ничего. У них причина-следственная связь. Так же, как и у нас. Мы видим следствие, мы думаем о какой-то причине. Должна же быть какая-то причина. Кто-то же должен виноватым быть. Но Христос ломает здесь стереотипы. Он подходит к этому человеку и говорит, не он, не родители его не согрешили, но это для того, чтобы на этом человеке были явлены дела Божьи. Мне надлежит делать дело Божье. Берет и исцеляет. И Суриков не может понять, почему для того, чтобы на человеке явились дела Божьи, ему надо родиться слепым. Он не понимает этого. Его жизнь свелась с трем объектом. Дом, где он занимается воспитанием детей, у него две дочки оставилось. Одно и 10, второе и 13 лет. Второе место – это Ваганьковское кладбище, где была похоронена Элизавета Августовна. И третье место – это храм. И вот однажды он все-таки нашел свой ответ на вопрос, почему. Приходя на пасхальную службу, во время службы он слышал слова. Слова, которые он не раз до этого слышал, но в этот раз слова проникли в его сердце. Они звучали следующим образом. «Если Христос воскрес, то и мы воскреснем вместе с Ним». И вот эти слова, казалось бы, знакомые ему, они по-новому открылись. Он понял, что жизнь не заканчивается зимным бытием, что есть жизнь вечная, что есть уверенность, надежда, что он неправильно понимал христианство. Он возвращается домой, берет кисть и сразу же пишет эту работу, где в образе слепорожного человека пишет свой автопортрет. Это он. Ему чуть больше 40 лет, но здесь намного старше он выглядит. 7 лет депрессии. Они напрасно не прошли. Вы посмотрите. Искудавший, изнуренный. В своем письме матери он описывает эту ситуацию. Он описывает, что эти слова, которые он слышал во храме, они стали для него духовным рождением, рождением свыше. Эти слова дали ему вторую надежду. Надежду, что он встретит Елизавету Августовну. И как образ встречи, вы посмотрите, за другим плечом Спасителя, ее лицо, ее лиг, она выглядывает. Это его супруга. Он был вдохновлен. Он матери пишет, я был духовно слеп. Я не понимал смысла христианства. Для меня христианство лишь заключалось в том, что треба исполнять, ставить свечки, писать записки. Но оказывается, христианство намного больше. И эта картина, эти слова, они стали ему понятны. Он понял все. И после этого он зажил в другой жизни. Он начал писать. И следующая картина была наполнена позитивом. Взятие снежного городка. Необычная работа находится в семинарии Русской Православной Церкви в Сергеевом Посаде. К сожалению, один из музеев в советское время, в 60-е годы, продал эту работу за 60 рублей. Сумма небольшая. Но сейчас ее можно посмотреть, если приехать туда. Хотя сумма небольшая продана. А следующие две работы, о которых я бы хотел еще дополнить в свой рассказ, это работа одного художника. Работы Рембрандта ван Рея. И первая картина называется «Блудный сын в таверне». Можно посмотреть. Или по-другому, Саския на коленях. Написал ее Рембрандт в 1637 году. А вторую картину «Возвращение блудного сына», ну, наверное, большинство из вас знает и, скорее всего, видели. Она находится в Эрмитаже. Вот можно блудного сына высветить. Это картина, которая на протяжении 200 лет находится в Эрмитаже. Однажды один из графов купил по поручению императрицы эту картину. И вот на протяжении 200 лет эта картина не покидает стены Эрмитажа. Она сегодня является одной из самых дорогих полотен в мире. Искусствоведы боятся делать оценку этому полотну, потому что они все же в деньгах можно измерить. Эту картину Рембрандт написал самое последнее. И в этом полотне он постарался показать весь смысл своей жизни. Он указал весь смысл своей жизни. Поэтому она имеет большую ценность. Люди со всего мира приезжают для того, чтобы увидеть именно это полотно. Оно является ключевым в Эрмитаже. Но вы знаете, мы же приходим в музей, и с точки зрения только своего восприятия можем оценить, красиво или некрасиво. Опять и наше мнение субъективно. Нам иной раз непонятно, почему картина стоит сотни миллионов долларов. Хотя, казалось бы, другие есть работы, намного красивее написанные. Но вы знаете, чтобы понять смысл этого полотна, надо знать историю художника. А история художника необычна. Родился он пятым ребенком в семье Мельника. Отец его был хозяином Мельницы. И семья беззаботно существовала, не зная ни в чем нужды. Отец у него был католиком, отец был протестантом, мать была католичкой. Тогда браки, ну, они были такие еще более или менее к ним сносно относились. Но каждый вечер за ужином они считали Библию. Поэтому у него много работ на библейские истории. С самого раннего детства у Рембрандта не было тяги к получению знаний. И родители увидели это, увидели, что у него есть способность рисовать. Они отдали его в помощники одному из художников. И когда Рембрандт переехал в Амстердам в 1632 году, у него уже было имя. Многие люди обращались к нему и заказывали портреты, заказывали картины. И это приносило деньги. Но вы знаете, весь талант перечеркивал один минус. А минус заключался в следующем. Рембрандт не знал цену деньгам. За один вечер он мог спустить большую сумму денег, не думая ни о чем. Или уйти в кутеж на несколько дней, не думая о заказчиках. В конце концов, конечно, это сказалось на заказчиках. И вот однажды во время такого веселительного мероприятия он встречает девушку. Очень красивую, в которую влюбляется. Эта девушка, и звали ее Саския, была из богатого дворянского рода. Но их чувства были взаимные, и она получила большое приданное после свадьбы. И вот здесь Рембрандт пишет ее портрет в образе куртизанки. Это она сидит на коленях у блудного сына. Это ее портрет. А в образе блудного сына Рембрандт написал свой автопортрет. Когда он писал эту картину, родственники Саскиев подали на него в суд. Потому что им казалось, он просто растранжиривает деньги, которые получил, растранжиривает приданное. Но суд тогда Рембрандт выиграл. Первый ребенок, который должен родиться, родился мертворожденным. Медицина тогда была не на высоте. И детская смертность была очень большой. Второй ребенок не родился, был выкидыш. И каждый раз у Рембрандта случался кризис, который он пытался залить алкоголем, уйти от восприятия реальности, начать просто устраивать себе праздник. Для него жизнь была праздником, а это и приносило ему огорчение. Третья беременность, снова мертворожденный ребенок. И казалось бы, молодым уже можно было им опускать руки, но четвертая беременность закончила положительно. Родился довольно здоровый мальчик. Назвали его Титус. Но беда пришла с другой стороны. Когда Титусу было 10 месяцев, его мать умирает. И для Рембрандта это снова очередной кризис. А здесь еще в творческом у него, в творческой работе, неприятности, он рисует знаменитую картину «Ночной дозор». Заказчики приходят. Рембрандт на нее все поставил. Он думал, что эта картина принесет ему славу. Но заказчики отказываются от этой работы. И даже больше они распускают слухи, что как мастер он вышел. Он был однолюбом. Хотя после смерти Саски пробовал жить с двумя разными женщинами. Один раз со служанкой. На которой пообещал жениться, два года прожил, в итоге выгнал ее. Она подала в суд. Отсудила у него большую сумму денег. И вот этот суд, плюс образ жизни Рембрандта, они привели к тому, что Рембрандта признает банкротом. Забирают имение, и он переезжает в квартал для бедняков вместе с сыном. Тогда он начинает заниматься воспитанием сына. И к справедливости отметить, он очень хорошо воспитал сына. Когда сын Титус стал совершеннолетним, он подошел к отцу и сказал, отец, я понимаю, что ты мастер, лучше тебя нет, человека, кто бы так писал. Поэтому я хочу зарабатывать деньги, чтобы ты мог посвящать себя творчеству. И сын открывает картинную лавку по перепродаже картин других художников, потому что картины Рембрандта тогда не ценятся. Идея. Сын пишет картины, ой, сын торгует картинами, отец пишет, все хорошо. Но беда приходит, когда Титусу исполняется 27 лет. Он заболевает щекоткой. Туберкулез в то время не лечили. Несмотря на то, что все скопленные деньги они тратят на то, чтобы как-то вылечить сына, но ничего не помогает. И буквально сын за считанные дни умирает на коленях отца. Для Рембрандта это кризис. Последние деньги, которые остались после похорон, он не тратит просто. Он покупает краску, холст и пишет картину возвращения блудного сына в память о своем сыне. Ему кажется, что вот-вот дверь откроется, и сын войдет. Себя он пишет в образе блудного, ой, в образе отца, а сына в образе блудного сына. Потому что возраст у него был, ему было 67 лет, а люди тогда намного быстрее старели. И он вот такого же возраста был, как изображал здесь сын. В этот момент, когда он берется за холст, он начинает размышлять о счастье. Вообще, есть ли счастье в его жизни, или было ли оно, или нет. Вроде бы все, были праздники, а счастья как такового он и не видел. Вы знаете, для него это было тяжело понять. Вообще вопрос счастья вот такой субъективный, наверное. Если я вас сегодня спрошу, что такое счастье, ну, как верующие мы знаем правильный ответ. Мы скажем, счастье в Боге. И это 100%. Но если вы на улицу выйдете и спросите, что такое счастье у людей, ответы будут совсем разные. Кто-то скажет, счастье не просто в деньгах, а в больших деньгах. Потому что сегодня, обладая большими деньгами, можно многое себе позволить. И хорошего в том числе. Можно помочь тем, кто нуждается. А кто-то скажет, да нет. Счастье не в деньгах, и даже не в их количестве, а в здоровье. Потому что если у тебя нет здоровья, тогда и деньги никакие тебе не нужны. И ты не купишь ни за какие деньги здоровье. А кто-то скажет, да нет, не в своем здоровье счастье, а в здоровье детей. Потому что вы, наверное, подобно мне, переживаете, когда дети болеют. Правда же? Ребенок болеет, и мысли приходят, лучше бы я болел. И для нас счастье тогда, когда дети выздоравливают. Когда они здоровы. Вот с одной стороны, счастье понятие субъективное. А с другой стороны, есть в этом мире мирское понимание счастья. Чтобы мужчине быть счастливым, ему надо сделать три вещи. Во-первых, построить дом. Второе, воспитать сына. И третье, посади дерево. Вот эта история, которую Ребенок берет за основу, она евангельская. Она об отце, который был счастливым человеком. У него было большое имение. У него жили с ним вместе два сына. И я думаю, что ни одно дерево он посадил. Что еще надо для счастья? В зрелом возрасте дети с тобой живут. Есть то, что оставить можно им. Жизнь прожита. Все хорошо. Но вы знаете, в тот момент, когда окажется, что счастье есть, наступает трудность. Младший сын подрос. И подходит к отцу и говорит, Отец, я понимаю, что ты счастливый человек. У тебя есть счастье. Но я не хочу жить твоей жизнью. Вы знаете, молодости сегодня свойственны такие вызовы. И он даже больше, он не просто подошел и сказал, я не хочу так жить. Он сказал, дай мне мою часть имения, которая мне причитается. Другими словами, я хочу понять, счастье есть для меня или нет. И если есть, то в чем оно заключается? Вы представляете, что надо было перенести отцу в эту историю, услышав это? Для него был это удар. Предположим, к вам подходит ваш ребенок, единственный, а вы живете в духовной квартире, здесь в Блянске, он подходит и говорит, пап, мама, мне 18 лет сегодня исполнилось. По закону, одна третья в этой квартире моя, поэтому продавайте квартиру, я хочу забрать то, что мне положено, я хочу ждать, пока вы умрете. И я поеду свою жизнь самостоятельно устраивать. Что вы ощутите? Вы представляете, вот что ощутил отец в этой истории? Вот, наверное, вы подумали о том же, что он ощутил, для него это был удар. Но это история об любящем отце, у которого было большое и любящее сердце. И в этой истории написано, что он разделил имение и дал ту сумму, ту часть, которая была положена. Я не знаю, в какой валюте, но это была очень большая сумма наличных денег. Когда сын получил эту сумму, он сказал, счастье есть. Почему? Потому что для него счастье было связано с деньгами, для него жизнь была подобной игре, и ему казалось, что в этот момент судьба выкинула кубик с цифрой 6. Наконец-то можно себе много позволить, есть молодость, есть деньги. Что еще желать? Но я думаю, чуточку совести у него оставалось, потому что он не стал там прогуливать, где отец живет, эти деньги. Он уезжает в далекую страну и начинает там транжирить отцовские деньги, не свои, ночные клубы, девушки легкого поведения, низкой социальной ответственности, большое количество друзей вокруг него, которые не прочь с ним потратить эти деньги. Он начал видеть все в розовом свете. Для него весь мир в розовом свете, весь мир праздник. Он устраивает этот праздник. Вы посмотрите, вот здесь Рембрандт как раз написал именно этот этап жизни. Крутизанка на коленях, шампанское в бокале, павлин на столе, жизнь удалась. Он дрожит деньги, не думая ни о чем. Но мы-то с вами знаем, что деньги имеют свойство заканчиваться. Однажды он проснулся, посмотрел по карманам, а денег круглый ноль, денег нет. Он смотрит по сторонам, и друзей-то нет. Потому что друзьям был нужен только ради денег. И в этот момент для него наступает кризис. Но у него еще тогда мышление зебры. Вот у меня сейчас черная полоса, но наступит момент, когда наступит белая полоса, и жизнь тогда наладится, все станет по-другому. Возможно, и у тебя сегодня такое мышление. Возможно, ты в трудных обстоятельствах, и тебе кажется, что само собой оно нормализуется. Но эта история показывает обратно. Проходит день, второй, третий, а белая полоса не наступает. Ему уже никто не дает в долг, его уже никто не кормит. И он понимает, надо что-то менять. А что менять? Он пытается устроиться на работу. Единственное место, куда он смог устроиться на работу, это была низкооплачиваемая работа, на которую никто не хотел идти работать. Работа свинопаса. Он начинает пасти свиней. Но это не кризис. А кризис наступает вечером, когда он видит, что хозяева этих свиней намного лучше их кормят, чем его. Вечером он получает похлебку, он сравнивается с тем, что свиньи едят, и у него наступает кризис. Вы знаете, в чем счастье тогда было для него? А счастье было в том, чтобы есть. Вот чтобы просто поесть, для него было счастье. Как в той рекламе, когда я проголодаюсь, у меня все мысли едят, заполняют. Через месяц он готов со свиньями есть с одного корыта. А ему не дают. И тогда в этой истории написано, что он пришел в себя. Важно иногда просто со стороны посмотреть на свою жизнь. Он понял, что его жизнь не черно-белая полоса, его жизнь – это темнице, с которой он не может выбраться. И он произносит слова ключевые в этой истории, с которых начинают происходить его изменения. Он говорит, согрешил, я против неба и против отца. И вот это признание греха у него есть. Он понимает, что совершил грех. И он понимает, что надо возвращаться к отцу, просить прощения, потому что по-другому ему не прожить. Он идет в сторону дома, до конца не понимая даже сердца отца. Он думает, что отец сжалится над ним и возьмет его в качестве слуги. Он не думает, что отец его возьмет в качестве сына. Он вспоминает детство свое, вспоминает, что слуги в доме отца намного лучше кушали, чем он. Каждый шаг ему дается тяжело, потому что прощение тяжело просить, особенно у наших родных и близких. Вы знаете, мы же у постороннего человека готовы попросить прощения, но когда до родного человека доходит, нам это учение тяжело дается. Гордость наша мешает. Как я уже сказал, отец в этой истории обладал большим и любящим сердцем. Он каждый день высматривал в окно. В его мысли проносились разные, жив ли сын или нет. Вы знаете, наши дети, мы готовы им простить, потому что они наши дети. Мы готовы многое им простить. Вот сердце отца, оно было наполнено любовью. Он был любящий отец. Родительской любовью. И однажды он увидел знакомый силуэт приближающего сына. Он выбегает на крыльтну во двор, сын падает на колени. И вот этот момент Рембрандт здесь запечатлел. Встречу отца с сыном. Вы посмотрите, как мастерский художник смог уловить именно этот момент. Отец наполнен успокоением. Наконец-то сын вернулся. Главное, что живой. Деньги второстепенные. Деньги же можно заработать. Главное, что сын вернулся, сын живой. Он обнимает сына. Сын стоит на коленях, потому что понимает, что он натворил. Он опозорил не только себя, он опозорил и отца. Он не в силах поднять глаза, посмотреть отцу. Он опустил голову. И весь его образ говорит нам о том, что он оказался на самом дне общества. Одежда, никогда богатая, как у старшего сына. Вы посмотрите, она пришла в негодность. Истоптанная. Изорванная. Ботинки стоптались на лоза. Подстриженный. Это маргинал. Человек, который вот на самом низу общества. Когда Рембрандт дописывал это полотно, он был уже почти слеп. Здоровье стремительно оставляло его. И мазки на пятках сына он делал уже не кистью рук, а пальцами. И они отличаются от мазков на этом полотне. У него стал вопрос. Он понял, что ему вот-вот предстоит предстать перед Богом. Он понял, что здоровье его оставляет. И он понял, что эта история про него в конце того, как написал. Только не он в образе отца, а он в образе сына. Это для него жизнь похожа была на игру для него, жизнь была праздником. Он все растранжирил. Он растранжирил богатство. Он потерял дом, который был. Потерял жену, детей. Даже имя потерял. Его картины никому не нужны стали. Он понял, что это он нуждается в прощении. Он вспомнил детство свое, чтение Библии. И он вспомнил, что он нуждается в этом прощении. И в образе сына он пишет свой образ уже. Видит себя. И в образе отца он пишет образ Творца. Образ Бога. И чтобы выделить эту идею, он пишет две разные кисти рук. Женская кисть руки и мужская. Как искусствоведы говорят, в понимании Реймбрандта, в Боге два начала. А мужское и женское. Мужское, которое символизирует строгость наказания. А женское, которое символизирует милость и любовь. Возможно, это неправильно с точки зрения богословия. Но в этом рациональное зерно есть. Бог, он, с одной стороны, строгий, справедливый. С другой стороны, любящий. Он любит людей. И вот здесь милость Божья, она превозносится над судом. Бог прощает. Картина наполнена символизмом. Здесь много символов. Если внимательно смотреть, плечи отца, они полностью повторяют арку в дом. Другими словами, чтобы оказаться сыну в доме, ему надо покаяться перед отцом. Попросить прощения. Другого пути нет. Никак бы он не оказался в отчим доме. Так же и нам. Чтобы оказаться на небеса, надо покаяние. Только через покаяние мы можем туда попасть. Через признание своих грехов. Служанка, которая выглядывает, она имеет амулет в образе красного сердца. В углу она. По мнению искусствоведов, она олицетворяет безусловную любовь. Никаких условий не надо было сыну, чтобы отец его простил. Надо было лишь прийти. Такой, какой он есть. Не отрабатывать деньги. Не занимать деньги. Не отмываться и не становиться лучше. Он не думал так, что вот я стану лучше, приду и тогда отец меня простит. Он пришел такой, какой он есть. И Господь сегодня хочет нас видеть такими, какими мы есть. И потом он нас делает лучшими. Можно много говорить о подмастерии, которые пронзают своим взглядом, рассматривающих. Или о путешественнике, почему его художественник написал. Но смотрите, образ старшего сына невероятен. Он укоряет отца. Он не понимает милости. И даже больше в этой истории потом выговаривает свое непонимание отцу, почему так произошло. Но самое ключевое в этой картине, конечно, это образ блудного сына. Рембрандт здесь осознанно не показывает нам лицо блудного сына. А вы знаете почему? Чтобы каждый из нас мог представить себя в этом образе. Каждый из нас нуждается в прощении, в осознании, что счастье и прощение именно перед Богом. Каждый из нас далек от идеала. Божий стандарт 10 заповедей ни один из людей не может исполнить. Мы не крадем, мы не убиваем, мы живем нравственной жизнью. Но одна заповедь, которая мешает нам, не пожелай. На ней все спотыкаются. Не пожелай дома. Не пожелай машины, одежды ближнего твоего. Не пожелай. И это нас делает виновником во всем, потому что виновен в одном, становится виновен во всем. Все мы нуждаемся в этом прощении перед отцом. И он осознанно не показывает лицо младшего сына, чтобы каждый из нас мог представить себя на этом месте. И даже больше. Когда Рембрандт начинал писать это полотно, у него были наброски. Он с разных сторон пытался увидеть эту историю, но выбрал именно этот ракурс. Как один из искусствоведов говорит, это осознанно. Почему? Чтобы каждый, рассматривающий эту картину, мог представить себя следующим. В очереди. На покаяние. Все мы нуждаемся в покаянии. Картина написана Рембрандтом, который был последователем Голландской школы живописи. Она отличается тем, что последователи ее писали в темных тонах. Но посмотрите, Рембрандт здесь берет и делает основной цвет красный. Почему? И опять искусствоведы говорят, что это символично. Потому что красный цвет это цвет крови. Или символ крови. Но не просто крови, а символ крови Христа, который Христос пролил на кресте. Дабы мы могли на основании этого поступка Христа приходить к Отцу и просить прощения. И тогда Отец готов будет нас простить. Не на основании наших заслуг, не на основании нашего хорошего поведения, а на основании того, что Христос сделал. Картина была написана в 1669 году. Это последняя картина великого художника через несколько месяцев после ее написания. Он умер. Никто не знает, где его могила. Он был похоронен на кладбище для бедняков. Его картины не имели ценности в течение 200 лет после его смерти. Но потом они начали цениться. Сегодня эти картины стоят сотни миллионов долларов. Возможно, сейчас твоя жизнь она не имеет ценности в твоих глазах, в глазах твоих близких, родных, в глазах соседей. И ты себя не ценишь. Но мой тебе совет, если ты ощутишь счастье, счастье прощения, ты станешь ценен. Ценен прежде всего перед Богом. Бог послал Сына Своего, дабы Он умер за твои грехи, пострал на кресте вместо тебя, чтобы ты не нес наказание. И Господь дает сегодня эту возможность совершить молитву покаяния. Господи, я виновен. Я прошу прощения. Все. Несколько слов, они изменят твою жизнь, если ты искренне их скажешь. И твоя жизнь обретет ценность. Никогда не ценная, она станет ценной в жизни. Если у тебя есть желание помолиться, ты можешь выйти вперед, обратиться к Господу, или можешь после собрания, после закончания служения подойти к служителям, и служители вместе с тобой будут молиться, просить Господа, когда таинствовать о тебе, пусть эта история останется в твоей памяти. Потому что посыл Рембрандта был в этом. Осознать, что счастье есть прощение. Эта картина находится в Эрмитаже, и сегодня она заставляет многих людей задуматься о смысле своей жизни. Пусть Господь вас благословит. Аминь.